Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект среда. Городская транспортная сеть – это кровеносная система города. Именно она обеспечивает бесперебойное передвижение людей и товаров по своим артериям. По какому принципу вводятся новые маршруты, от чего зависят цены на проезды, что беспокоит жителей Ставрополя и края, которые регулярно пользуются общественным транспортом. На эти и другие вопросы ответит мой сегодняшний гость, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Олегович Янаков. Денис Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша работа никогда не перестанет волновать жителей нашего края и вообще нашей большой страны, потому что мы каждый день выходим, выезжаем на дороги, пользуемся общественным транспортом, живем вот этой самой жизнью большой городской. Я бы хотела, вопросов у кого огромное множество, но я бы хотела начать с новости, которая не так давно появилась. В нашем крае, нашему краю выделили, было закуплено более 250 автобусов. Это, мне кажется, большая цифра. Что это за автобусы и как так случилось, что у нас такое шикарное большое обновление произошло. Да, все верно. В 2023 году при поддержке правительства Российской Федерации, поддержке правительства Ставропольского края, краю была предоставлена возможность в рамках двух проектов, это специальные казначейские кредиты и в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставлена возможность приобрести 254 единицы автобусов. На сегодняшний момент это 50 автобусов большого класса, которые приобретены в рамках договора лизинга, и они уже на сегодняшний момент с 1 января 2024 года работают на маршрутной сети города Ставрополь. Это маршруты 36, 37 и 52. Перевозчиком по данному направлению является государственное унитарное предприятие «Край-транс» Ставропольского края. 204 единицы, которые также были приобретены краем, уже получены от заводов-изготовителей, это 160 единиц малого класса, которые будут направлены в отдаленные сельские территории, то есть переданы муниципальным образованием. Даже часть уже передана автобусов малого класса муниципальным образованием, их 21 муниципальное образование. И, соответственно, 44 единицы автобусов. Автобусы также предназначены для маршрутной сети города Ставрополя. Это те маршруты, которые сегодня открываются новые, готовятся к открытию, которые поддержаны и одобрены прежде всего населением, исходя из тех обращений, которые имелись. И, соответственно, были рассмотрены на общественной комиссии по развитию транспорта в Министерстве дорожного хозяйства. Я так понимаю, что это большая работа, часть национального проекта, да, безопасные, качественные дороги. Все верно, да. Вот 50 единиц автобусов большого класса, это как раз-таки тот элемент большого национального проекта БКД. Уже прозвучало, что жители города и тех населенных пунктов других, не только ведь в Ставрополь поступили новые автобусы, уже смогли оценить. Отзывы хорошие? Если честно, запустили маршрут в праздничные дни, то есть с 1 января. Соответственно, большая часть населения не верила в это. Пассажиры как-то, знаете, на все это смотрели, как на летучих голландцев на наши автобусы. Но уже на сегодня мы понимаем прекрасно, что есть спрос, прежде всего, от пассажиров, есть востребованность этих маршрутов и есть востребованность этих автобусов. Во-первых, это вместимость, второе, это безопасность. Ну и самое важное, что на сегодняшний момент эти все автобусы работают по регулируемому тарифу. И красота. Можно я добавлю? Потому что очень приятно видеть на улицах города, правда, красивые такие, привлекают все-таки внимание. Приятно ехать, когда такой чудесный автобус тебя везет. Вы сказали, 37 маршрут обновлен, да, я наблюдаю за ним. Есть маршруты, которые появляются и исчезают, да, создаются какие-то новые маршруты. Нам, жителям города и края, очень интересно, как это происходит. По какому принципу вводятся новые маршруты? Я предполагаю, что это какая-то огромная работа, потому что, ну, все это непросто. Сегодня, вот если на примере города Ставрополя рассматривать, вся маршрутная сеть делится на две составляющие. Это регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемому тарифу, которого мы уже немного коснулись, и регулярные перевозки пассажиров по нерегулируемому тарифу. Вот, в частности, зачастую поступают от перевозчиков отказы, да, от свидетельств, выданных на перевозку. Это все связано только с, получается, перевозками по нерегулируемому тарифу. То есть изначально, когда проводились конкурсные процедуры, перевозчик видел определенную цель перед собой, он понимал и надеялся, что там есть пассажиропоток, и маршрут будет рентабельным. Отработав там определенный период времени, он понимает, что сегодня с учетом определенной долговой нагрузки в части лизинговых платежей, заработной платы водителя, ну и в целом содержание маршрута, он как бы не то, что нерентабельный, он для него невыгодный. Поэтому отказывается, подает заявление Министерства дорожного хозяйства и транспорта о прекращении действия свидетельства. Это первое основание для Министерства дорожного хозяйства и транспорта прорабатывать новые маршруты для того, чтобы сделать маршрут не только выгодным перевозчику, но и как бы в первую очередь выгодным для пассажиров. Удобно большинству пассажиров, которые стоят в степени. Мы рассматриваем, проводим мониторинги, определяем пассажирообразующие остановки, рассчитываем прежде всего протяженность маршрута, количество транспортных средств для того, чтобы вывести с этих пассажирообразующих мест всех пассажиров в часы пик, просто в будние, в праздничные дни, в выходные дни. Ну и, соответственно, немаловажную роль здесь играет еще и развитие города Ставрополя в части социальной сферы. Примером может служить открытие школы на улице Федеральной. Это также послужило основанием для изменения уже существующих маршрутов для того, чтобы обеспечить подвоз детей, подвоз пассажиров к этой школе. Открытие поликлиник, больниц, это очень играет значительную роль. Ну и четвертый фактор, который сегодня также ложится в основу открытия новых маршрутов, изменения существующих, это обращение граждан. То есть они прекрасно видят, понимают, они указывают нам на востребованность того или иного времени, на востребованность того или иного направления. Но сегодня город Ставрополь, он развивается и очень интенсивно. И зачастую, знаете, потребность пассажира, она немного опережает развитие города Ставрополя. Я имею в виду в части обустройства улично-дорожной сети, остановок. То есть есть обращение, где пассажир обращается, а там еще нет остановочных павильонов. То есть можно было бы пустить общественный транспорт. Вопрос куда? Да. Поэтому мы обращения, все, которые поступаем, делим на текущие. И те, которые носят долгосрочный такой период, требующий проработки с администрацией города Ставрополя, с органами ГИБДД. Но в любом случае все обращения вы видите, все они обрабатываются. Это я уже нашим зрителям хочу сказать. Потому что может показаться, что если я сегодня обратился, а завтра остановка не появилась, значит, мы сообщение не увидели. Это не так. Это большая работа, мы услышали. Она требует внимания. И, насколько я понимаю, маршруты могут меняться с течением времени. То есть, допустим, привычный какой-то, не знаю, тот же 37-й, он может изменить немного путь следования. Когда это происходит? Каким образом вы информируете жителей населенных пунктов? Как человек может узнать о каких-то изменениях? Ну, сегодня большинство пассажиров и в целом население, они пользуются услугами интернет-сервисов наших. И, соответственно, это в первую очередь информацию они получают именно с этих мест. Также мы информацию размещаем на официальном сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта, в наших телеграм-каналах. Ну, и самое важное, что все изменения, которые касаются уже действующих маршрутов, заблаговременно размещается объявление в транспортных средствах. То есть пассажир это может увидеть, осуществляя поездку. Что там, допустим, в период с 1 мая маршрут начинает движение в таком-то направлении. Или меняется конечная остановка. Или меняется конечная остановка. Вообще вопрос информирования очень важен. Мы же сейчас такие все требовательные. Мы бы хотели, чтобы мы в режиме реального времени видели весь транспорт, который ездит по нашему городу. И, в принципе, отчасти это работает. По сути, мы какой-то транспорт в городе можем отслеживать. Вот в этом направлении есть размышления какие-то? Работа ведется? Я думаю, что и вам тоже хочется, чтобы все это так и работало. Сегодня два таких интернет-ресурса, которые работают в целом по стране нашей. Это Яндекс.Карты, мы знаем, мы сталкивались. Это Яндекс.Приложения. И, соответственно, два ГИС-приложения. Но размещение информации перевозчиками в этих приложениях, оно не является обязательным требованием. Но седа провольный характер. Поэтому при наших встречах с перевозчиками, при проведении каких-то новых конкурсных процедур, мы указываем на не обязательное требование, а дополнительное требование в части того, чтобы перевозчики размещали информацию о своих транспортных средствах, которые находятся на маршруте. Это, прежде всего, дает пассажиру спланировать свое время, ожидание, нахождение в пути. Ну и, соответственно, прибытие на конечный пункт, либо на начальный. Ну а перевозчик, а как реагирует? Сегодня, если откровенно будем разговаривать, государственное унитарное предприятие Крайтранс 100% размещает в 2 ГИС все свои маршруты. Это 8 маршрутов троллейбусных и 3 маршрута, которые мы уже озвучивали. Это 36, 37 и 52. Также на Яндекс.Картах отображается еще не более 10 маршрутов города Ставрополя. То есть, если от общего количества брать, то это порядка 25%. Ну я надеюсь, что это пока только начало. Это начало большой такой работы, потому что у нас есть и обязательное требование. Это, прежде всего, оборудование транспортных средств ГЛОНАССом, системами ГЛОНАССа. Это также дает определенную возможность контролирующему органу, а кем на сегодняшний день Министерство дорожного хозяйства и транспорта является также, отслеживать транспорт. Ну и, соответственно, мы сможем в реальном времени, уже когда на телефон доверия поступает звонок о том, что нет транспорта, а я стою на остановке. Когда он подъедет, мы сможем оперативно отвечать и держать в курсе пассажира. Еще одно благо современности – это бесконтактная оплата. Я думаю, что многие оценили. Действительно, это удобно. Ну не всегда у нас есть с собой наличные деньги. И это сегодня, ну скажем, многообразие даже вариантов оплаты. Мы слышали уже о тройке. Мы слышали о транспортной карте своей Ставрополье с гордым названием. Вот если говорить о дне сегодняшнем, транспортная карта на каком этапе своего развития? Сегодня мы, опять же, на базе нашего государственного предприятия, унитарного Край Транс, мы реализуем пилотный проект. Потому что наличие транспортной карты, это, опять же, добровольно перевозчиками рассматривается. Край Транс сегодня в части пилота выступает. И мы уже запустили первый этап выпуска транспортной карты. Это транспортная карта, на которую зачисляются льготные проездные, 100%. И сегодня мы уже с 20 марта выдаем такие карты в пунктах выдачи проездных. То есть это те категории граждан, пассажиры, которым пользуются 100% льготой. Планируем также провести работу в апреле месяце и завершить ее, и выдать уже карты в мае тем нашим льготникам, которые пользуются льготой 50%. Это касается троллейбусов в полном объеме. И касается трех наших автобусных маршрутов, это получается 36, 37, 52. И мы надеемся, что сам пассажир покажет другим перевозчикам о том, что это нужно, важно. И это прежде всего облегчает их учет, как льготных категорий, так же количество пассажиров, которые проехали. И прежде всего дает определенное удобство для пассажира. И уверенность перевозчику, что к тебе придут и сядут, потому что все-таки человек, у которого есть транспортная карта, дождется свой троллейбус или свой автобус. Мы ориентировочно планируем до 1 июня выдать более 500 таких карт. Если говорить о карте, вот идеальный вариант рассмотреть, а мы все-таки верим, что так и случится, да, это и льготы, я так понимаю, да, это какие-то преимущества. То есть карта, это не просто не только удобство, это еще некие льготы, это некоторые... Вот, допустим, человек пересаживается несколько раз, и такое тоже может быть. Первая задача, которая сегодня стоит перед министерством, это как раз-таки сделать транспортную карту, чтобы она давала возможность пассажиру пересаживаться. То есть, но здесь один большой нюанс, который мы сейчас прорабатываем, это единый тариф. То есть тогда на всем транспорте общественном должен быть единый тариф. И тогда транспортная карта будет работать, и она будет работать эффективно, и не будет никаких сбоев. Да, сейчас, конечно, я понимаю, что сбои, наверное, все-таки неизбежны. Это техника. Мы сейчас замечаем, да, привычные удобные карты могут не всегда там работать, да, бесконтактная оплата тоже там всякая с ней может произойти. Я думаю, что такие тоже звоночки вам поступают, да. Но это, я так понимаю, все исправляется, работа ведется. В троллейбусах почти всегда все работает, кстати, если мы говорим о бесконтактной оплате. Кстати, многое зависит от самого терминала. То есть сегодня производителей оборудования, именно приема безналичной оплаты, достаточно много. И самое главное, зависит от качественного терминала, который является основным в этой всей системе. Но это тоже отслеживается, да? Конечно, да. За этим вы тоже следите. Хорошо, уже прозвучало сегодня о разбросе цен на проезд. И, конечно, те, кто постоянно пользуется общественным транспортом, тоже обращают на это внимание. Он, правда, может быть значительным. От чего это зависит? Это, опять же, зависит от, получается, тех перевозок, которые осуществляются по нерегулируемому тарифу. Если мы говорим про нерегулируемый тариф, то там перевозчик самостоятельно устанавливает стоимость поездки, уведомив за 30 дней заказчика, то есть Министерства дорожного хозяйства. Соответственно, получается, что у нас сегодня очень серьезный разброс. От 20 рублей до 45 рублей. Это все говорит о том, что перевозчик испытывает определенные какие-то сложности финансовые. И тем самым пытается ростом тарифа на проезд компенсировать себе определенные потери. Но мы с вами все прекрасно знаем и сегодня уже даже пользуемся этим, что по решению губернатора Ставропольского края на трех наших маршрутах, это 36, 37, 52, сегодня стоимость поездки равняется 20 рублей. Соответственно, знаем о том, что у нас 19 рублей троллейбус. Это минимальная стоимость. Ну и есть еще у нас 4 маршрута по регулярным перевозкам, по регулируемому тарифу. Это 10, 13, 14 и 46, где предельная стоимость 30 рублей. То есть выше 30 рублей они поднять не могут. И вот самый важный на сегодняшний момент инструмент, и к чему стремится Министерство на сегодняшний момент, это увеличение количества наших маршрутов, которые будут находиться на регулируемом тарифе. Это определенный такой административный рычаг, который отдает возможность своевременно реагировать либо на завышение стоимости, либо, ну, занижение, оно редко случается. Да. Ну, я хочу сказать, что и мы понимаем, конечно, что сделать так, чтобы все стоило одинаково, весь транспорт, наверное, вряд ли получится, но я так понимаю, что работа все равно ведется. Это возможно только в рамках госрегулирования. И вот если мы сегодня касаемся маршрутной сети города Ставрополя и говорим о ней, то более 60 маршрутов сегодня на территории города Ставрополя, муниципальных. А те, которые находятся на регулируемых тарифах, их сегодня 8 троллейбусных и всего лишь 7 автобусных. То есть это получается 20%, даже не добираем 20%. Для того, чтобы сделать единый тариф, нужно хотя бы более 70%. А это большая работа. Конечно. Да, мы понимаем. Уже мы затрагивали тему новых маршрутов и говорили о том, что влияет на появление новых маршрутов. В частности, звучало уже, что растет наш город, он расширяется. Не только социальные объекты появляются, но и дома просто строятся, жилые дома. Вот туда, в новые эти жилые районы тоже выстраиваются тут же. Ведь он расширяется моментально, город. Юго-западный район, он все больше и больше. И там сразу появляются новые остановочки, новые маршруты. Цифры не закончились еще? Сегодня здесь огромные слова, наверное, на благодарности администрации города Ставрополя. В той части, что при развитии жилых районов сразу появляется и уличная дорожная сеть, соответственно, оборудованная остановочными пунктами, где это возможно. Если мы говорим о юго-западном, то на сегодняшний момент министерством уже принято решение об утверждении новых трех маршрутов троллейбусных. Это четвертый, который действующий, но мы его продлеваем с целью того, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в юго-западном. Шестой маршрут и тринадцатый – это те маршруты, которые для северо-западного района. И самое важное, что на этих трех маршрутах будут работать новые троллейбусы. Это те 45 единиц троллейбусов, которые мы в 2024 году, опять же, при поддержке правительства Ставропольского края, правительства Российской Федерации приобретаем. И они будут работать на автономном ходу не менее 20 километров, без контактной сети. Соответственно, это и полностью… Разрушите все представление о троллейбусах. Ну, как детям будем рассказывать. Троллейбус, который с рожками, все разрушается, да? Ну, это все, будущее наступает, да? Да, это выход из той ситуации, в которой сегодня мы находимся. Значит, сложно прокладывать, я так понимаю, путь троллейбусом. И я правильно понимаю, что самое, получается, такое простое решение в связи с расширением города – отодвигать конечные остановки? То есть, вместо конечной остановки без устали меняется. Прежде всего, вот мы сегодня обращаем внимание администрации города Ставрополя, что конечные остановки, они должны быть, прежде всего, оборудованы местами для отдыха водителей, определенными туалетами, кабинами, потому что, ну, водитель – это тоже человек. Ну, шестой, тринадцатый, мне кажется, это маршруты, которые растут просто постоянно. Да. Да? Как водители, спокойно переживают? Или, наоборот, они, наверное, не может быть даже довольны? У них, мне кажется, маршруты весьма такие успешные, да, пользующиеся спросом. Вы знаете, я думаю, что троллейбусу сегодня очень тяжело конкурировать. И автобус не является конкурентом для троллейбуса. Это, прежде всего, по стоимости – это 19 рублей за поездку. И второе, ну, если это будут новые троллейбусы, которые полностью оснащены всеми необходимыми, да, там будет Wi-Fi, возможно, зарядки телефона, низкий пол, сто процентов, то есть это и наши маломобильные группы беспрепятственно смогут осуществлять поездку. Мамочки с колясками. Мамочки с колясками, детки с самокатами, потому что очень… Грузипедисты, которых стало очень много. Ну, это реально шаг немного вперед, и мы надеемся, что во втором полугодии 24-го года уже троллейбусы выйдут на линии. Об обратной связи. Я еще раз повторюсь, с этого мы начали наш разговор. Конечно, ваша работа, она на виду. Ее видят каждый день. Тысячи пассажиров в нашем крае следят и наверняка тут же реагируют, если что-то нравится или не нравится. Я знаю, что на брифингах вы часто рассказываете, что, наверное, больше всего обращений касается общественного транспорта и его работы. О чем еще просят? На что еще обращают внимание жители города и края? Самое важное сегодня, что пассажир должен понимать, что не все обращения сегодня должны рассматриваться. И вообще министерство уполномочено на рассмотрение таких обращений. Зачастую поступают обращения в части технических характеристик транспортных средств. Ржавый, дырявый, грязный, непомытый. Но мы пытаемся пояснить, что это все-таки органы ГИБДД, потому что они отслеживают выпуск таких транспортных средств на линию. Их соответствует регламентам определенным. Те обращения, которые поступают по поводу хамского поведения водителей, тоже я не скажу, что их много, но они есть. Это вопросы общественного порядка. То есть это органы, получается, полиции. Я, кстати, знаю, что тоже иногда реагируют. Были же у нас случаи, когда министр обращал внимание на что-то. Конечно, мы однозначно указываем на это перевозчикам, но привлечь к ответственности министерство не может за такое правонарушение. Ну и, соответственно, те сегодня мероприятия и те полномочия, которые есть у министерства в рамках контрольных функций, это соблюдение расписания, соблюдение количества транспортных средств на линии, выпуск, работа, соответственно, по интервальности, по расписанию. Вот это все вопросы, которые сегодня рассматриваются в министерстве. Все, что касается непосредственно работы. Работы общественного транспорта. Работал, чтобы вовремя приезжал, чтобы выполнял свои функции. Если возникают такие обращения, какие-то вопросы, предложения, а если захотят похвалить, такое тоже наверняка случается, куда можно обратиться? Также министерство дорожного хозяйства и транспорта. На сайте можно? Я честно скажу, сейчас я классифицировал так обращения граждан, но мы все равно все рассматриваем и направляем их по назначению. Куда-то просто перенаправляете. То же самое, и если есть благодарности, мы их объявляем перевозчику, соответственно. Хвалят, кстати, вот не могу не спросить, ругают, даже не сомневаюсь, ругать мы любим. Но очень хочется надеяться, ведь перемен позитивных все-таки тоже достаточно. Благодарят, есть такое, что захотелось поблагодарить. Вы знаете, как мы все благодарим. Вначале говорим, спасибо, все хорошо, новые автобусы поехали, но. Есть большое но. А вот седьмой маршрут ездят старые автобусы, поэтому, ну, понятное дело, что есть благодарности. Но сказать, что мы, знаете, не стремимся к лучшему, это, значит, не говорит ни о чем. Поэтому мы принимаем все эти благодарности, передаем перевозчику, но все равно министерство нацеливается на обновление подвижного состава. Более, может быть, такое отношение водительского состава к пассажирам положительного. Потому что есть много обращений от инвалидов-колясочников, когда водитель не подъезжает вплотную к бордюру, когда водитель не дожидается отъезжать, когда водитель видит маму с коляской на остановке и просто проезжает, потому что он понимает, что сейчас, допустим, вместо двух минут на остановке он будет стоять пять минут. Есть такие факты, реагируем, соответственно, оперативно проводим беседы с перевозчиками, с водительским составом. Кстати, мне кажется, одно из частых достаточно обращений к вам – это работа транспорта в вечерние часы. Да, поступают такие обращения? Не всегда получается людям добраться? Тут работа ведется? В основном после 20.00 все обращения, которые поступают, они указывают на тот факт, что после 20.00 часть маршрутов, часть автобусов не выходят на линию. Это я могу сказать точно и уверенно, что это те перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу. То есть они, соответственно, выполнили все рейсы, которые в часы пик, а после 20.00 они уже все дома. И, соответственно, у Министерства дорожного хозяйства нет полномочий для того, чтобы изъять эти свидетельства, аннулировать, прекратить их действия и отобрать более добросовестного. Но благодаря поддержке президента с 1 января 2025 года мораторий на проверке отменяется. Поэтому мы вернемся к тем контрольным функциям, которые на нас возложены. И, соответственно, будем иметь определенный административный ресурс с целью того, чтобы нет добросовестных перевозчиков и указывать им на работу в полном объеме, вне зависимости от пассажиропотока. То есть у тебя предусмотрено расписание работа до 22-30 минут. Ты должен работать и совершить последний рейс в 22-30. Даже если тебе кажется, что людей уже мало. Да. Примером тому могут послужить праздничные дни, когда у нас и троллейбусы в ночное время выходили, работали. Когда мы режим троллейбусов продлевали до 2 ночи, до 12 ночи. То есть по троллейбусам это как раз-таки работа государственного предприятия, где сегодня эффект и работа именно по расписанию, она соблюдается. Это большая работа, работа, которая касается дорог, общественного транспорта, безопасности на дорогах. Она ведь действительно не только ваша работа. Это работа большого количества других структур, сотрудников ГИБДД и каких-то дорожных рабочих, которые ведут какие-то... Вот что касается инфраструктуры в городе, ведь от того, насколько качественно она развита, действительно зависит и работа общественного транспорта. В этом направлении ведется работа? Вы знаете, сегодня администрация города Ставрополя слышит нас, как министерство, как уполномоченный орган в части общественных перевозок. Мы в прошлом году совместными усилиями обустроили и выполнили устройство переходно-скоростной полосы. Это по улице, получается, Чапаева, перед Чапаевским проездом, которая разгрузила немного и как общественный транспорт, так и личный транспорт. Было выполнено по улице Ленина перед проспектом Кулакова. Сейчас я знаю, что у администрации есть много проектов по улице Тухачевского, по улице Шпаковской. Но, опять же, это не говорит о том, что это создаются какие-то выделенные полосы для общественного транспорта. Это просто идет разрустка всех потоков, так же, как и общественного, так и личного транспорта. Но сегодня так устроено, что застройка плотная очень в городе Ставрополь. И местами нужно рассматривать вопрос не создания, наверное, каких-то выделенных полос, а создавать определенные приоритеты общественного транспорта именно в часы пик. Потому что, если мы наблюдаем, что, допустим, с 6.00 утра до 9.30, до 10 утра, у нас как раз такая пиковая нагрузка на уличную дорожную сеть. А после 10.00, до 16.00, до 17.00 часов где-то свободно движение осуществляет, интенсивность не очень такая высокая. То есть можно сделать вывод, что уличная дорожная сеть сегодня, которая есть, которая обустраивается, она предназначена для такого количества транспорта. Но есть возможность и временных каких-то моментов, пиковых таких нагрузок, которые необходимо разгружать. И самое важное сегодня, что политика министерства и в целом правительство Старопольского края, она направлена на то, чтобы пассажиру показать приоритет общественного транспорта. Чтобы пассажир понимал, что, используя личный транспорт, он приедет на работу, допустим, в течение 30 минут. А пользуясь услугой общественного транспорта, он это сделает за 10 минут. И тогда мы снизим интенсивность движения и вообще в целом нахождение на уличной дорожной сети личного транспорта и повысить сможем количество общественного транспорта. Большей вместимостью автобусы большого класса, троллейбусы большого класса. И тогда, соответственно, у нас здесь уже открывается вопрос о том, что необходимо полностью обновлять весь подвижной состав, который сегодня работает на муниципальных маршрутах города Старополь. Делать его безопасным, доступным для пассажира. И тогда, я думаю, привлекательность этой услуги... А на меня первозрение, мне кажется, немножко надо, действительно. Хотя, может быть, вы и правы, когда мы увидим, что из точки А в точки Б доехать не на своем автомобиле, а на троллейбусе комфортнее, удобнее, быстрее, дешевле даже, чем заправить машину и поехать. И самое важное, мы сегодня ценим время. То есть, каждый ценит время и понимает прекрасно, что если он на общественном транспорте затратит всего лишь 10 минут поездки от точки А в точку Б, а лично это, соответственно, будет полчаса, то я думаю, что эта услуга будет востребована. Еще важный вопрос. Дорога до аэропорта, транспорт до аэропорта, мне кажется, тоже вопрос регулярно всплывающий. Мы понимаем, что... Хотя сейчас нагрузка, наверное, достаточно большая на наш аэропорт, да. Мы как-то привыкли, что у нас не так много рейсов. Как сегодня ситуация складывается? Аэропорт города Ставрополя сегодня развивается, строится новый терминал. В этом году состоится ввод в эксплуатацию нового терминала. Открываются достаточно новые направления, как внутренние рейсы, так и международные рейсы есть. Поэтому мы прекрасно понимаем, что рано или поздно вопрос транспортного сообщения, прежде всего общественного, он возникнет и он будет. И мы уже сегодня, я могу сказать, получаем обращение от пассажиров, которые вылетают, прилетают в аэропорт города Ставрополя. Поэтому по решению комиссии по развитию транспортной системы при Министерстве дорожного хозяйства, принято решение установить муниципальный маршрут, получается, от нашей автостанции по улице Мира, экспресс, до аэропорта города Ставрополя. Маршрут номер один. Ух ты, как еще с таким... Сегодня министерством проводятся необходимые процедуры по поводу отбора перевозчика, прежде всего установления этого маршрута, приказом отбора перевозчика. Ну и планируем, что выход на линию состоится в июне 2024 года. Он будет подстраиваться под расписание? Соответственно, расписание выполнено таким образом, что это, прежде всего, автостанция, потому что есть люди, которые прибывают на автостанцию, а вылетают с города Ставрополя. И те люди, которые прилетают в аэропорт города Ставрополя, им необходимо, соответственно, либо переехать в города КМВ, либо в другие города. Поэтому такое решение было. Он не будет иметь промежуточных остановок, почему он экспресс. То есть у него будет конечная точка, это аэропорт, начальная точка – автостанция. Ну и один промежуточный пункт мы все-таки делаем, это вот как раз-таки в районе наших гостиниц, потому что мы понимаем прекрасно, что у нас имеется потребность прилетающих и вылетающих использовать не только какие-то личные дома, но и гостиницы. Ну, это хорошая новость. Мы уже практически завершаем наш разговор, и хотелось бы так в качестве итога. Знаете, мы, конечно, каждый житель города наблюдает, участвует в дорожном движении, несомненно, даже если мы автомобилисты, пользуемся мы общественным транспортом, ходим мы пешком, мы все это видим. Мы часть этой системы транспортной. Но кто как не вы, видите, это все действительно, вот эту картину, все целиком. Как это работает, что пока работает, недостаточно хорошо. Вот если о дне сегодняшнем говорить, на ваш взгляд, вот чем сегодня Ставрополь однозначно может гордиться, а какую планочку вы бы себе еще поставили, чего нам нужно в ближайшее время, к чему стремиться, чего достигать? Ну, так как мы Министерство дорожного хозяйства и транспорта, я могу сказать, что мы, наверное, сегодня с большей такой уверенностью можем гордиться дорогами, потому что мы понимаем такой резкий скачок, прорыв в этой сфере, в этой отрасли. Ну, а по транспорту здесь, конечно же, было определенное затище, которое позволило развиться определенным перевозчикам в части не обновления транспорта, а какой-то такой, собственно, наживы, назовем ее рентабельностью, прибыльностью и все остальное. И сейчас очень тяжело пересмотреть взгляды этих перевозчиков, что прежде всего нужно обратить внимание на пассажира. Сегодня пассажир платит вам за услугу. Пассажир хочет, чтобы эта услуга была качественной, чтобы был безопасный транспорт, чтобы транспорт был комфортный. Поэтому мы нацелены сегодня на то, чтобы обновить все-таки весь подвижной состав, который сегодня находится на муниципальных маршрутах города Ставрополь, и сделать его безопасным для пассажиров. Все обращения, которые поступают в адрес министерства, они нацелены на то, что где-то течет крыша, где-то, когда дождь со стекол, с окон автобуса, тоже так же просачивается вода. Кто-то заходит, им не нравятся грязные сидения уже. Ну, реально, автобусы старше 10 лет. Сегодня есть на маршрутной сети города Ставрополь автобусы старше 10 лет. И мы прекрасно понимаем, что они, ну, и жили свой уже ресурс, и требуется обновление. Самая главная цель сегодня в министерстве, я еще раз повторюсь, это обновление подвижного состава с целью обеспечения безопасности, доступности и комфорта наших пассажиров. Цель выполнимая? Она достижима. Цель достижима. Ну, и я думаю, что тут без нашей помощи никак не обойтись. Я сейчас говорю о нас, о пассажирах, о пешеходах, об автомобилистах, потому что не только советом нам нужно помогать, нам нужно уметь иногда уступать, когда ведется какая-то работа, не жаловаться, не критиковать, а ждать, когда дорогу, допустим, перейдут в порядок или транспорт обновят. Нужно уметь иногда пройтись пешком, чтобы немножко разгрузить ту самую дорожную сеть. Или сесть и посмотреть, какие чудесные у нас сегодня есть автобусы и троллейбусы. Действительно, от изменений, мне кажется, в нашем мировоззрении тоже кое-что зависит. Спасибо вам большое. И знаете, поскольку я так думаю, что как-то там обращение поступает, кто-то там иногда ругает, я хочу похвалить и сказать большое спасибо за ту огромную работу, которая в нашем городе, в нашем крае ведется. Спасибо большое. И это замечают и жители, и гости Ставропольского края, приезжая к нам из соседних регионов, понимают, насколько у нас хорошо, в том числе и в плане общественного транспорта и дорог. Друзья, напомню, моим собеседником сегодня был заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Олегович Янаков. Еще раз большое вам спасибо, удачи и до встречи в эфире. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»